Веселится звонок Приветствую вас, юные любители географии! Здравствуйте, профессор! Я вижу, вы готовитесь к какому-то путешествию А куда вы отправляетесь? Представляете, профессор, мы едем... На море! Одни? Почти! Что значит почти одни? Я начинаю волноваться Не волнуйтесь, профессор! С нами поедет Лёша Это он придумал для нас такие каникулы Всё понятно, друзья И к какому же морю вы отправляетесь? Лёша сказал, к Чёрному Так-так, посмотрим Воды Чёрного моря омывают берега России Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии и Абхазии В какой же из этих стран вы собираетесь? Ой, не знаю Да, Лёша не сказал А он говорил, что вы там будете делать? Да Сказал, что пойдём в поход в горы Ну, горы есть во всех причерноморских странах Профессор, а вы знаете, что мы решили? Что? Мы ему на море обязательно дадим отдохнуть Ага Он ведь целый год работал А теперь в отпуске ещё и за нами должен следить? Нет Пусть отдыхает Ваше решение очень похвально Но позвольте полюбопытствовать Как же вы это сделаете? Ну как, рано утром будем уходить купаться на какой-нибудь далёкий морской берег Алёша? Алёша, Алёша пусть отсыпается Мы там ведь будем плавать и запрескаться Ага Может быть, ракушки красивые с одном моря достанем Вы и нырять собираетесь? Ну, а как же Я в нашем пруду ныряю и в море буду нырять Надо вот только скалу какую-нибудь найти Зачем? Ну, чтобы с неё прыгать в воду Ещё целый день будем загорать А к ужину будем возвращаться к отдохнувшему Лёше Да Друзья мои, я всё понял Очень хорошо, что вы мне это всё рассказали А, вам понравилось, профессор? Нет Как же так? Как же не понравилось? Нет А вот так Уверен, что и Лёше ваш план не понравится Ну, почему? Да Потому что всё, чем вы собираетесь заниматься, ни в коем случае нельзя делать даже взрослым А вам тем более Купаться в море нельзя? Можно, но на специальных детских пляжах с разрешением Лёши и под его присмотром А на вашем далёком морском берегу дно может быть усеяно острыми камнями А во время купания неожиданно могут подняться волны И кто вам поможет? Да А нырять почему нельзя? Потому что в незнакомых местах ты, Зубок, не знаешь глубину воды А загорать тоже нельзя, профессор? Можно, но не целый день Ведь так вы можете получить тепловой удар А это очень опасно Днём лучше отдыхать в теньке или играть в какие-нибудь спокойные игры Так, Лёша с нами совсем не отдохнёт Да уж А вот тут вы ошибаетесь Думаю, Лёша будет рад отдохнуть вашей компанией Но не зря же он вас пригласил К тому же отдыхать одному грустно А на экскурсии одному, наверное, вообще скучно ездить Конечно, конечно То есть вы собираетесь не только отдыхать, но и осматривать местные достопримечательности? Да, как на наших уроках Лёша обещал свозить нас в какой-то город Не помню, как он называется Там мы пойдём в большой морской аквариум На рыб смотреть Как хочется, я уже чемодан собираю И я все самые красивые летние платья складываю А вот этого делать не стоит Почему? Потому что одежда и обувь для поездок должны быть лёгкими А ваши наряды, наверное, не очень удобны Ну, вообще-то, да Лучше взять с собой сандалии и хлопковую одежду с короткими рукавами И, конечно, не забывать шляпы и панамы Ну, вот такую шляпку, как у Шули, например Ой, а у меня тоже есть такая красивая шляпка И куда вы так наряжаться-то собираетесь? В музей Ведь мы ещё и в музей пойдём Да, и будем там смотреть... Панораму Друзья мои, я, кажется, понял, куда вы поедете с Лёшей Куда? Вы будете отдыхать на полуострове Крым Посмотрите на карту Он находится на территории Украины А как вы догадались, профессор? Дело в том, друзья, что на Крымском полуострове Есть город-герой Севастополь Его героической обороне посвящён целый музей Там есть огромная панорама На которой изображено, как защищали город от врагов Думаю, именно туда Лёша и хочет вас повезти Скорей бы уже туда поехать Всему своё время, Веснушка А пока вы можете хорошенько продумать Какие вещи необходимо с собой взять Спасибо вам за советы, профессор Пожалуйста А наш урок подошёл к концу До свидания, друзья До встречи Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова